В настоящее время зеленый фон используется наиболее часто, так как цифровые камеры наиболее чувствительны к зеленым оттенкам из-за применяемых в них матриц на основе. Фильтра Байера. Изображение в зеленом канале содержит меньше шумов. Является более чистым и легче подается качественной обработке, также есть менее популярный синий фон, наиболее часто применялся во время съемок на пленку. Зеленый фон чаще применяется на улице, в таких кадрах, где видно небо. Цифровые камеры лучше воспринимают зеленые тона, записывают их с меньшим количеством шумов. Технология позволяет совместить живую съемку с компьютерной графикой, что на порядке удешевляет видеопроизводство или дает возможность воссоздать несуществующие в реальности. Сцены и объекты. Сначала актеров снимают на однотонном фоне, а затем в компьютерной программе заменяют этот фон и добавляют визуальные эффекты, чтобы получилось вот так. Технологию впервые применили еще в начале 20 века и тогда фон вообще был черным. Но настоящий расцвет хромакея пришелся на революцию в кинематографе двухтысячных годов. И сегодня о съемках на зеленом экране знает даже школьник, а стримеры даже используют их для трансляции своих игр. Однотонный цветовой фон позволяет даже в онлайн-режиме заменить его другим изображением или видео без дорогих натурных съемок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok